Приветствую всех зрителей! Сегодня у нас самолет F-18C Hornet и рассмотрим применение противорадиолокационных ракет HARM в режиме TOO или Target of Opportunity. Итак, процесс применения. Главный включили, выбрали режим воздух-земля, выбрали ракеты HARM и выбрали режим TOO. Сразу на экране вооружения мы видим поле зрения нашей головки HARM и что вообще такое режим TOO. Это когда наша ракета при помощи собственной головки самонаведения ищет цели, отображает их на нашем экране и соответственно на ИЛСе. Мы выбираем те цели, которые она видит и соответственно по выбранной цели производим пуск нашей ракеты. Какие есть тут настройки? Ну, в принципе, единственное, что можно поменять, это класс целей. Нажимаем на данную кнопку и смотрим, здесь есть список всех классов целей, которые мы можем отфильтровывать при помощи этих настройок. Итак, ALL это все. Friendly, дружественный. Hostage, вражеский. FN это дружеские морские, вражеские морские. F1 это старые дружеские радары, это современные дружеские радары, это старые вражеские радары, современные вражеские радары. FAA это у нас дружеские ЗСУ, ну, то бишь, артиллерия именно ПВО, это вражеская артиллерия ПВО. FS это у нас дружественные поисковые радары, вражеские поисковые радары, неизвестные, то есть, которых нет в базе данных. И primary это тот источник, который вас сейчас захватил. Ну, давайте выбираем вражеские, просто все вражеские цели. И сейчас головка наведения нашей ракеты начинает сканировать и отображает здесь те цели, которые она видит. Причем, в зависимости от угла относительно оси головки, они расположены влево или вправо. Ну, и также, в зависимости и от угла места, они также могут еще и смещаться и быть даже здесь. То есть, примерно их координаты по головке наведения здесь раскиданы. Что нам теперь надо для того, чтобы поразить цель? Давайте зайдем в настройки управления, какие нам нужны команды. Ну, во-первых, кнопель управления сенсором, Sensor Control Switch, для того, чтобы сделать данный монитор активным сенсором. Потом нам необходима кнопка Rate Flare Forth, это перебирать цели на экране. И кнопка Cage Uncage, это для того, чтобы захватывать цели. Итак, делаем наш монитор активным сенсором. Если мы его активным сенсором не сделаем, то захват не будет работать. То есть, мы цели при неактивном мониторе можем перебирать кнопочкой Rate Flare Forth, но произвести захват, он не будет производиться, пока не сделаете монитор активным. Итак, давайте выберем, например, самую правую цель. Видите, она и на Ilse также отображается, где она в пространстве находится, и на нашем экране головки самонаведения. Ну и нажимаем клавишу Catch Uncatch, происходит захват, загорается надпись H-Off, и все, что нам надо, это теперь произвести пуск ракеты. Давайте снимусь с активной паузы. В этом режиме дальность до цели мы не видим, видите, никаких тут разрешений на пуск. Поэтому, когда опускаете ракету, убедитесь, что цель находится в дальности. Ну и давайте производим пуск Харма. Я делаю это с небольшой горочки, потому что сами знаете, что Харма это такой, скажем так, предмет, который может и не долететь до цели, даже которая не очень далеко расположена. Ну и ракета Харм пошла, давайте включим автопилот, не знаю, сейчас какой-нибудь... А, вот барометрическая сработала высота. Ну и проследим за ракетой Харм, она летит. Мы выбрали самую правую цель, ну и давайте посмотрим, попадет она или не попадет. Ну, вроде как, более или менее, так она точно летит. Бах! Ну, как видите, практически она попала, скорее всего, радар, наверное, поражен. Ну, как обычно, Харма нет, видите, радар даже крутится. Ну, Харма это такая вещь, что бывает вообще очень четко попадает, бывает с небольшим, так сказать, недолетиком или перелетиком, и бывает даже с большим. Ну, возможно, какая-то эмуляция реальной работы, ну, вот такая вот особенность. Но, я думаю, процедура более или менее понятна, как применять Харма в режиме Тиоу. Ну, а на данном я в моменте видео буду заканчивать. Удачных всем полетов и до встречи на канале! Субтитры сделал DimaTorzok